Добрый день! Сегодня мы познакомимся с таким очень распространенным и достаточно важным методом, как ультразвуковые методы контроля. Ультразвуковой метод контроля был предложен советским физикам Соколовым в 1928 году. Метод основан на исследовании процесса распространения ультразвуковых колебаний с частотой в диапазоне 0,5-25 МГц в изделиях с помощью специального оборудования ультразвукового преобразователя и дефектоскопа. В настоящее время метод ультразвукового контроля является самым распространенным методом неразрушающего контроля. Методы УЗК или ультразвуковой дефектоскопии позволяют производить контроль сварных соединений, сосудов и аппаратов высокого давления, трубопроводов, паковок, листового проката и другой продукции. Кроме того, ультразвуковой контроль является обязательной процедурой при изготовлении и эксплуатации таких изделий, как авиационные двигатели, трубопроводы, атомные реакторы, железнодорожные рельсы, сосуды высокого давления, сосуды для перевозки опасных и ядовитых веществ и так далее. То есть, как вы понимаете, метод УЗК имеет, можно сказать, стратегическое значение. Какие преимущества? Почему он получил такое широкое распространение? Первое – это высокая чувствительность к наиболее опасным дефектам, таким как трещины, поры, волосовидные трещины, непровары и так далее. Второе – относительно низкая стоимость. Третье – очень важное преимущество – это безопасность для человека, в отличие, например, от рентгеновской дефектоскопии, потому что вы знаете, что рентгеновское излучение опасно для здоровья. Четвертое – это возможность вести контроль непосредственно на рабочих местах без нарушения технологического процесса. Кроме того, так сказать, существуют многочисленные полевые версии ультразвуковых дефектоскопов. То есть вы можете производить, например, контроль сварных швов трубопроводов прямо, что называется, в открытом поле. Очень важное преимущество ультразвукового контроля – то, что исследуемый объект не повреждается. То есть если даже, например, вы измеряете твердость, то есть измерение твердости – это тоже как бы один из методов неразрушающего контроля. Но при этом у вас все равно остается вмятина от твердомера, от следа индентера. То есть как бы изделие все равно частично повреждается. При ультразвуковом контроле такого не происходит. И кроме того, с помощью ультразвукового контроля вы можете проводить контроль изделий из разнообразных материалов. Это могут быть как металлы, так и металлы. Ну, естественно, как любой метод, методы ультразвукового контроля имеют определенные недостатки. Первое – это в большинстве случаев невозможно оценить реальный размер и характер дефекта. То есть вы понимаете, что есть какой-то дефект, вы видите это по характеру сигнала. Но какой это именно дефект и каков его размер уже можно определить с помощью дополнительных исследований. Либо дополнительных каких-то методов ультразвукового контроля. Ну и, конечно, тут еще очень много зависит от субъективного фактора, такой как наличие опыта. Кроме того, при диагностике и контроле ряда материалов с крупнозернистой структурой, ну это как, например, жаропрочные материалы, аустенитные стали, ряд чугунов, достаточно сложно пользоваться методом УЗК из-за того, что возникает большой эффект рассеяния и затухания ультразвукового. И второй большой недостаток – это достаточно высокие требования к состоянию поверхности при контроле и использовании методов ультразвукового дефектоскопии. Согласно инструкции по визуальному звуковому контролю RD-03-606-03, ну она в общем-то в РФ работает, но для нас она тоже актуальна. Допустимая степень шероховатости составляет RA-6,3, а RA-Z-40. То есть достаточно высокая частота поверхности. В настоящее время все методы ультразвукового контроля подразделяются на две большие группы. Первая группа, так называемые активные методы, это методы, использующие излучение и прием акустических колебаний и волн. И вторая группа, это так называемые пассивные методы. Методы этой группы основаны только на приеме колебаний и волн. Ну, если кратко говорить, вот, например, методы прохождения. Они выявляют глубинные дефекты типа нарушения сплошности, расслоения и так далее. Методы отражения выявляют дефекты типа нарушения сплошности, определяют их координаты, размеры, ориентацию. Импедансные методы предназначены для контроля клеевых, сварных, паянных соединений, имеющих тонкую обшивку, приклеенную к элементам жесткости. Методы свободных колебаний применяются для обнаружения глубинных дефектов. Методы вынужденных колебаний или резонансные применяются в основном для измерения толщины изделия и обнаружения зоны коррозионного поражения, а также мест расслоений в тонких местах. Акустикоэмиссионный метод, например, обнаруживает и регистрирует только развивающиеся трещины или способные к развитию под действием механической нагрузки. Чувствительность методов ультразвукового контроля определяется, во-первых, минимальными размерами выявляемых дефектов и также зависит от настройка талонных отражателей. В качестве талонных отражателей обычно используют либо плоскодорные сверления, ориентированные перпендикулярно направлению движения ультразвуковой волны, а также боковые сверления. Какова физическая сущность методов ультразвукового контроля? Звуковые волны не изменяют траекторию движения в однородном материале. Отражение акустических волн происходит от границы раздела среды, например, вот здесь, с различными уделенными акустическими сопротивлениями. Чем больше различаются акустические сопротивления, тем большая часть звуковых ом отражается от границы раздела среды. Пустоты в металле, например, вот этот дефект, допустим, это пустота, обычно содержат газ или смесь газов, возникающих вследствие процесса, в ходе процесса сварки, литья и так далее. Как правило, эти газовые смеси не успевают выйти наружу при кристаллизации металла, и, соответственно, эти включения и пустоты имеют удельное акустическое сопротивление примерно на 5 порядков меньше, чем сам металл. Ну, это мы говорили на примере пустоты, если это какие-то, например, не металлические пробные включения, немножко разница в акустических отражениях будет другая, но, тем не менее, она будет достаточно существенная. В этом случае отражение акустических волн будет практически полным и достаточно легко фиксироваться. Ну, то есть на данной схеме вы видите принцип схематичный, как работает любой ультразвуковой прибор. У вас имеется образец, это какая-то сплошная среда, в нем имеется какой-то дефект. Вот исходная волна, вот отраженная волна. Отраженная волна от самого тела будет иметь один вид, от дефекта будет иметь другой вид в силу разницы акустических сопротивлений. Это регистрируется с помощью специального регистратора, ну, то есть пополтает в сам прибор. И вы эту разницу уже можете интерпретировать. Разрешающая способность акустического исследования, то есть способность выявлять мелкие дефекты раздельно друг от друга, определяется длиной звуковой волны, которая, в свою очередь, зависит от частоты ввода акустических колебаний. Чем больше частота, тем меньше длина волны. Эффект возникает из-за того, что при размере препятствия меньшей четверти длины волны, отражение колебаний практически не происходит, а доминирует их дифракция, ну, то есть огибание. Поэтому, как правило, частоту ультразвука стремятся повышать. С другой стороны, при повышении частоты колебаний быстро растет их затухание, что сокращает, возможно, область контроля. Поэтому еще, так сказать, какой-то определенный компромисс. И практическим компромиссом это частоты в диапазоне от 0,5 до 10 МГц. Ну, теоретически, может быть, конечно, и выше. В настоящее время существует несколько методов возбуждения ультразвуковых волн в исследуемом объекте. Наиболее распространенным является исследование пьезоэлектрического эффекта. В этом случае излучение ультразвука производится с помощью преобразователя, который преобразует электрические колебания в акустический путем обратного пьезоэффекта. Пройдя через контролируемую среду, ультразвуковые колебания попадают на приемную пьезопластину преобразователя. И вследствие прямого пьезоэлектрического эффекта вновь становятся электрическими, которые регистрируются измерительными цепями. Ну, напомню, что прямой пьезоэффект – это способность некоторых материалов образовывать электрические заряды на поверхности при приложении механической нагрузки. А в свою очередь обратный пьезоэффект заключается в изменении механического напряжения или геометрических размеров образца материала под воздействием электрического поля. В современных дефектоскопах в качестве пьезоэлектрических материалов обычно используют естественные материалы, такие как кварт, турмалин, а также искусственно поляризованную керамику на основе титаната бария, титаната свинца или цирконата свинца. Если, например, дефект будет расположен в вертикальной области или под большим углом наклона, то с помощью этого метода вы дефект не обнаружите. И третий недостаток – это нельзя контролировать акустический контакт, когда преобразователь перемещается по объекту, потому что эхо на участках без дефектов отсутствует. Тем не менее, в настоящее время этот метод получил наибольшее распространение. С его помощью проверяют лопатки роторов турбин, компрессоров, контролируются цапы осевых шарниров, тулок, цилиндры двигателей внутреннего сгорания, барабаны колес, ответственные крепежные детали и так далее. Кроме того, его применяют для определения толщины стенок деталей и иногда даже структуры при одностороннем доступе. Ну, это, конечно, относительно понятия структуры, но тем не менее, какую информацию можно получить. Следующий метод, который достаточно распространен также и относится к первой группе, то есть к импульсным методам – это эхозеркальный метод. Он является разновидностью того метода, который мы рассмотрели, используется для обнаружения дефектов, ориентированных вертикальной плоскости к поверхности изделия. То есть то, что мы говорили, позволяет избежать недостатков первых методов. Обычным эхометодом такой сигнал не будет обнаруживаться из-за очень маленькой площади его сечения, но если он находится в вертикальной плоскости. Поэтому для обнаружения таких дефектов необходимо использовать два преобразователя. Либо наклонные, два наклонных А и Б, расположенные с одной стороны изделия на некотором расстоянии друг от друга, либо, например, преобразователь А и второй преобразователь С, который расположен на другой стороне изделия. Вот это расстояние, Л, определяется толщиной изделия и углом ввода волн. Так как площадь дефектов сечения перпендикулярно вводимому наклонному пучку значительно превышает площадь нормального поверхности сечения дефекта, то и повышается вероятность обнаружения и чувствительности контроля. Иными словами, эти преобразователи располагаются так, чтобы один прибор мог улавливать сигнал, излучаемый, как вот здесь, например, показан, излучаемый другим преобразователем. К недостаткам этого метода надо отнести необходимость смены расстояния между преобразователями постоянно. Третий метод, который мы рассмотрим, который также относится к импульсной группе, это теневой метод. При теневом методе контроля о наличии дефекта судят по уменьшению амплитуды ультразвуковых колебаний, прошедших ход излучателя к приемнику. Чем больше размер дефекта, тем меньше амплитуда прошедшего сигнала. Излучатель и приемник располагаются при этом соосно, как правило, на противоположных сторонах, то есть требуется доступ преобразователей с двух сторон. Причем устройства обязаны находиться на одной акустической оси. Основным достоинством этого метода является хорошая или высокая помехоустойчивость и низкая зависимость амплитуды сигнала от ориентации дефекта. Здесь показаны основные схемы методов, то, что мы рассмотрели, эхо, также есть еще эхо-теневой, то есть совмещенный, и дельта-метод. Мы его не будем рассматривать, так как он не настолько широко распространен. Значит, самая массовая область у применения ультразвуковой дефектоскопии это является контроль сварочных соединений. Основным документом по ультразвуковому контролю сварных швов является ГОСТ 55724-2013, в котором рассмотрены в полном объеме методы контроля стыковых, тавровых, нахлёсточных, угловых и других сварных швов, выполненных различными способами сварки. Здесь схематично у вас указано, как работает метод ультразвуковой дефектоскопии при изучении сварного шва. Здесь вот это сварное соединение, отсутствие несплошности, обнаружение несплошности. То есть, если нет сигнала дефекта, то у вас будет сигнал вот такой формы, а если будет, то появляется вот такой пик. В заключение мы рассмотрим один из методов УЗК, который относится ко второй группе, то есть так называемый пассивный метод, это импедансный метод. Импедансный метод был разработан советским, еще ученым Ланге, в 1958 году. Этот метод основан на использовании зависимости полного механического сопротивления, импеданса контролируемого изделия, от качества соединения отдельных его элементов между собой. Поэтому этот метод ультразвукового контроля позволяет выявлять дефекты в клеевых, паянных, других соединениях, между, например, тонкой ошибкой элементами жесткости или заполнителями многослойных конструкций. Импедансный метод основан на использовании зависимости полного механического сопротивления от, как я уже говорила, качества соединения его отдельных элементов между собой. Механическим импедансом называются отношения возмущающей силы к скорости частиц среды в точке приложения силы. Метод применяется для контроля соединений, имеющих несколько слоев. Датчиком в этих дефектоскопах является стержень, совершающий продольные колебания. Если излучатель находится над участком с цельным, например, клеевым соединением, то конструкция колеблется как единое целое. И сила реакции изделия на стержень излучателя достигает наибольшей величины, как здесь. То есть механические импедансы имеют максимальное значение, так как определяется жесткостью всей конструкции. Если же, например, излучатель находится над зоной, где имеются какие-то дефекты, то сила реакции резко уменьшается. И, соответственно, жесткость обшивки на этом участке будет значительно меньше. Изменение силы реакции фиксируется с помощью пьезоэлемента. И изменение механического импеданса изделия может быть обнаружено по изменению силы реакции. Как вот здесь вы видите. Техника контроля импедансным прибором относительно простая. Заключается, что предварительно настроенный датчик перемещается по контролированной поверхности. В процессе контроля необходимо следить, чтобы ось датчика не отклонялась от перпендикулярного положения не более чем на 10 градусов. Изменение силы реакции фиксируется либо загоранием лампочки, либо стрелочным индикатором. Ну, как вот здесь указано. В заключение, хочу сказать, что методы ультразвукового контроля на данный момент являются самыми распространенными методами разрушающего контроля. Ультразвуковую дефектоскопию в принципе можно применить ко всем материалам, как металлическим, так и не металлическим, клееным, тканевым, композитом и прочее. Методы ультразвуковой дефектоскопии очень удобны и просты в использовании, особенно при использовании приборов полевого исполнения. И во многих случаях это касается особенно атомной энергетики, атомного машиностроения, а также при контроле всех сварных соединений ультразвуковой контроль является обязательным. В заключении я бы вам показать небольшое видео, которое раскрывает сущность или природу метода ультразвукового контроля. На этом закончим. Спасибо за внимание.